добрый вечер друзья расскажу вам интересно насколько смешную интересную историю которая с нами приключилась пару недель назад сидели мы в санта-круз там на даче никого не трогали и вдруг там стуки-туки в дверь и такой парнища упитанный с планшет очка и говорит вот мы тут значит из компании есть очень известная компания называется андерсон windows это самая дорогая самые шикарные окна там топов зелой вообще все дела мы когда-нибудь покупали их окна светло салта а в лос-алтерс когда у нас был дом в таком месте вот у нас там были андерсон а так дальше мы более скромные короче вот эти андерсон windows он говорит вот я из этой компании я проходил мимо он проходил не а у нас под потолком есть четыре такие даже окнами такие бойницы бойницы размером 3 фута на один фут значит ну грубо говоря метр на тридцать там пять сантиметров и их четыре и вот они там как-то выглядывают от пола там наверное метра 4 4 5 метров от пола там крыша такая наклонная в общем где-то там вот под потолком туда не залезть не ничего не надо при этом все остальные окна у нас уже заменены нормально да и он проходя мимо говорит я проходил мимо и я вижу что у вас окна заменены на новые а вот те у вас очень старые и это правда они может быть там пятьдесят там пятого года я не знаю старые и средств восьмого дом 7 8 хорошо старые то есть там одно стекло вместо двух и там какая-то алюминиевая рамочка стоит в общем ерунда но мы их не меняли просто потому что мы не меняем что здесь туда не залезть там там заменить эти окна дороже чем их купить короче они главное они нам не мешают да ну тут человек подходит и говорит вот мы хотели бы там может быть вы замените мы говорим в принципе да идея неплохо он это давайте назначим опойтмент причем назначение и поединка вылилось в такой разговор продолжительный даже у него с собой какая-то сотовая связь он там выходит в какой-то там саппорт в саппорте идут долгие переговоры по времени по месту он описывает наш проект дальше они хотят говорить со мной чтоб я подтвердил что там не дурит им голову а реально мы заинтересованы это мое имя очень неожиданно долго когда он позвонил главное что света завтрак сделала и я только сил было а тут звонок в дверь и я думал ну там на это бывает все такое там библию хотят предложить или что-то там часто бывает но значит и он как вцепился меня чем на полчаса завтракаешь холодного это отдельно отдельный минус и вот значит а тут мы уехали на карибы но нам звонят мы вернулись там звонят и говорят так было так у вас обойдет давайте мы его согласуем ну а поскольку мы действительно хотели бог на заменить раз такое дело мы говорим ну давайте единственно что понятно что это не будет дешево относительно других компаний которые делают окна нет они еще предупреждают как вам придет человек оценку делается он сказал что сделала логируйте полтора часа на это то есть не просто так значит значит рассчитывайте на полтора часа походим значит он придет в 10 30 утра он придет вот сегодня сегодня суббота в 10 30 он придет и до 12 значит отведите полтора часа на это время как света сказала аллокируйте значит вот придет человек но мы значит чего пожалуйста приходит человек симпатичный такой тоже интеллигентный такой мужчина фирменной маечки все дела значит он приходит там и надо сказать что человек оказался очень приличным потому что обычно на таких опотнутых начинает что-то в пиндюрю а тут он значит говорит а что вас могу вот эти вот четыре окна могут и вы хотите заменить а он тоже сидит он видит что у нас другие окна поменены он даже видит окна какой компании у нас стоят они разбираются и вот значит то есть он поэтому может примерно прикинуть как бы тот ценовой диапазон в котором мы обычно работаем так он увидит с кем имеют дело и он значит вдруг неожиданно на мои слова что хотелось бы прикинуть примерно сколько это будет стоить он вдруг вместо того чтобы нас разводить на бабки начинает говорит это как это же не вопрос достаёт какие-то свои там устройства те тыр пыр пыр наши русские у него был лаптов да и говорит будет стоить а 7300 там 70 долларов мы значит для него мы на него так смотрим значит а у вас купоны есть какие-то и мы света кит вы знаете вот этот молодой человек нам оставил какие-то купоны где-то они тут должны валяться купить ящики он тогда с купонами нам тыр пыр 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 говорит шесть тысяч шесть тысяч за четыре окна размером метр значит да там и на 0 3 там до такого плана значит причем без того чтобы что-то со стенки делать а просто вынуть те и вставить на их место новые то есть это на самом деле еще не так много даже работы ну так залезть туда надо и значит и он сам понимает что это что-то ерунда какая-то вот и мы понимаем что ерунда и мгм чувак мы за эти деньги во всем доме поменяли окна маленькие большие двери слайдинг-дорс и движущиеся там слева направо они так высоко там сейчас из четырех окон все-таки открываются хотя непонятно когда может открыть открыть нельзя до 5 метров по саду но они теоретически открывается она мы даже не хотим их открывать поэтому нам не просто окна уже просто такие затычки стеклянные стеклянные ну да а он ведь так такие окна 95 процентов значит тепловых лучей они задерживают через них тепло не проходит очень здорово санажем это очень хорошо но дело не в этом в общем короче по что там получается полторы тысячи за окно со скидками и сказал что ну хорошо я пошел в общем я полтора часа у вас был а был на самом деле минут 20 не завидовать и не было полтора часа и у вас был вот этот раз да вот вы спешите что я вот тут был полтора часа и мы со светой до перед тем как он пришел перед тем как он пришел я свете говорю смотри что получается один человек должен получить деньги за то что он с нами полчаса разговаривал чтобы назначить обойтман дальше сидят люди там на телефонах а там уже не только люди а там уже у них и бенефиты там у них уже помещения какие-то пенсионные планы нам дали в саппорте который с той стороны обеспечивают назначение обойтман а дальше говоря я сейчас придет человек который будет полтора часа времени с нами сидеть морочить нам голову оценивать сколько чего может стоить там и так далее ты хочешь проверьте да и значит это же его работа чего-то стоит и по сравнению с этим совсем сама по себе работа по окошку она представляется какой-то вообще незначительной стоимости услуг то есть как-то вы даже подозреваем что-то должно дорого стоит но когда он уходит значит мы возвращаемся мысленно к тому что произошло конечно это большая компания и совершенно очевидно что она работает по бардачному принципу то есть человек который нам назначил этот самый обойтман вот приходил первый парень он явно не получает деньги от того что был какой-то бизнес от того что мы кому-то что-то заплатили вот явно получали деньги по количеству назначенных опойтментов то есть ему ему важно было его назначить если бы он получал от бизнеса он бы сразу понял что там бизнес или что мы не клиенты но он и он назначил опойтман значит среди людей которые назначили этот опойтман никто не сказал вы чё там с ума сошли там нет бизнеса там четыре каких-то странных окошко он же он же им описывал на что-то то есть когда они звонили назначить опойтман значит тоже все объяснили и никто не сказал там абсолютно это нам не нужно и зачем этот ерунда значит после этого приходит еще один человек который непонятно за что деньги получает но по фразе о том по фразе о том что я вас полтора часа было вот распишитесь так значит он тоже явно явно получает не за то что вот реально кто-то заплатил клиент я думаю боже какая махина дальше возникает вопрос откуда же они получают все эти деньги ну а вот они получают как раз тихо эти окна и покупают у них в итоге мало того что мы не купили эти окна так те кто их реально купит они заплатят за нас которые не купили всем этим людям и за тех которые к ним пришли это аналогично аналогичная мысль у меня была когда мы со с тобой занимались страхованием и вот в частности когда речь шла страхование жизни дело в том что когда человек страхует жизнь ему должны взять анализ у него дартизет анализ крови то есть приходит медсестра обычно это довольно раненько бывает там все метров на 8 до до ночах приходит сестра она приезжает откуда-то там берет у него эту кровь и дальше соответственно ну появляется анализ появляется цена и человек либо покупает страховку либо не покупает зависимости от цены даже как правило это часть дороже получается чем человек рассчитывал он может просто нельзя но сам по себе анализ крови стоит каких-то денег причем он он не стоит там 50 долларов страховая компания которые все это оплачивают с клиента денег не берет но на самом деле стоимость есть потому что они должны за вызов вот этой медсестры которые получают хорошую зарплату и за сам по себе анализ мы тоже знаем что не три копейки анализ вот то есть допустим там я не знаю один анализ стоит в среднем там 400 долларов он обходит и вопрос откуда деньги то чтобы оплачивать 400 долларов если допустим у нас там на 10 анализов там два человека купят страховку это значит что вот эти два которые купили должны оплатить анализы за все десять до даже вот так бесплатненько как бы получается но вот так вот таким ну да но просто когда большая организация и когда все эти накладные расходы как бы делятся и поскольку она из бизнеса не вышла компания андерсон windows то мы понимаем что в общем то они наверное даже прибыльные и конечно у них разные окна у них виниловые и деревянные но это как бы компания для дорогих домов то есть если категория дорогого дома то неприлично не ставить их в окна потому что как бы дом должен соответствовать каким-то стандартам и месту и классу конечно андерсон это серьезные вещи все но просто история смешна чем что как бы из пушки по воробьям то есть совершенно сильно мы не клиенты вот вот вся эта история раскручивается ты понимаешь получается так что вместо того чтобы пора по воробьям стрелять как водится из рогатки они хотят обязательно ядерную бомбардировку произвести понимаешь чтобы уже убить все живое там чтобы чайки и лебеди дамы и медведи которые там где-то рядом находились там в общем вот то нет 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 хочет сказать так как некоторые в комментариях пишут пожалуйста не приезжайте сюда значит нет мы так конечно не говорим а просто мы веселом таком расположении духом и вот в целом эта история нас не огорчила развеселила я тебе скажу даже мы заплатили мы бы не расстроились а наверное вы бы себе сказали что такого мудрого решения мы давно в жизни не делали нет нет и тоже были бы довольны и всем бы пока да вижу ты 4 маленьких стекляшки ты знаешь сколько стоит теоретически есть возможность такая вот так что друзья на этой веселой ноте мы с вами и прощаемся а